Инстаграм как канал продаж. Работает ли он сегодня, если вы только начинаете? Можно ли там продать все, что угодно? И вообще, какие товары сегодня продаются в Инстаграм? Сегодня мы будем с вами разбираться с этими вопросами. Я хочу показать вам конкретные кейсы предпринимателей из разных ниш, которые успешно продают то, что вы даже представить себе не можете, что это может продаваться в Инстаграм. Начать я хочу с того, что я, как специалист по теме личного бренда, меня, кстати, зовут Мария Азаренок, что я вижу? Я вижу, что в Инстаграме кипит жизнь, вовлеченность, и там ходят миллионы рублей, сделок и людей. Но буквально недавно я получила такое, знаете, письмо от одной из наших бывших студентов, которая предъявила претензию нам о том, что мы обучаем людей брендов работать в Инстаграм. И вот цитата, с которой я хочу начать нашу встречу сегодня. «Вы верите в силу в Инстаграм? Ваши тезисы похожи на убежденность героя из «Москва слезам не верит», который говорил о том, что телевидение вытеснит театры и другие виды искусства. Однако даже уже блогеры-миллионники открыто говорят о том, что сейчас уже практически невозможно получить подписчиков не органически, не за деньги. Более того, алгоритмы отписывают имеющуюся подписную базу. Тем не менее, вы настоятельно рекомендуете выходить на эту площадку, параллельно предлагая услуги ваших выпускников». Вот эта цитата из письма, суть которого сводится к тому, что обучать Инстаграму – это не промомерно, это делать не нужно и Инстаграм не работает. Так работает он сегодня или нет? Хотите ли вы посмотреть реальные примеры действующих предпринимателей, которые делают результаты в Инстаграм? Сегодня я вам их покажу. Но для начала давайте разберемся. Итак, я эксперт по теме личного бренда, а значит, я смотрю на эту площадку с позиции продвижения вашего личного бренда и бизнеса. Итак, вот эта звезда – это вы, а вот этот круг вокруг звезды – это ваша упаковка, то есть те места, где мир встречается с вами. И если посмотреть на схему точек контакта человека, бренда, то есть где мир видит вас, вы видите, что это очень много вариантов – это и живые встречи, это и СМИ, это и сайт, и это в том числе ваш Инстаграм-профиль. То есть Инстаграм, по сути, не более чем одна из точек контакта, которая может работать на вас и давать вам клиентов. Что можно продавать в Инстаграм? Если скажу вам «все», то вы скажете «ну, конечно же, что все, это же непонятно». Но я предложу вам зайти на сайт наших выпускников, посмотреть их ниши, увидеть их результаты через Инстаграм. И вы увидите, что здесь можно продавать финансисту, фотографу, коучу, нутрициологу, фотографу другому, HR-консультанту, стилисту, юристу, бренд-ассистенту, абсолютно-абсолютно разной профессии, потому что все наши выпускники, а это сотни предпринимателей, самозанятых из разных ниш, все запускают свои Инстаграм-профили. Но иногда мне говорят, наверное, это работает только с женскими штучками или инфо-цыганскими какими-то курсами, какими-то гайдами, какими-то непонятными мастер-классами. А работает ли это с реальным сектором, работает ли это с реальным бизнесом, особенно если крупные сделки. Давайте посмотрим на примерах. Это Олег Торбасов, владелец агентства недвижимости «Вайтвилл». Мы с ним делали интервью несколько лет назад. А это цитата Олега из его открытого телеграм-канала, на который вы можете подписаться и увидеть там этот пост. Итак, сделки с Инстаграм за 2019 год. В этой статистике он утверждает «На днях мы подсчитали сделку от моих подписчиков, закрытой в 2019 году. Получилось 18 лотов на общую сумму в 614 миллионов рублей». Что продает Олег? Элитную недвижимость. Как он ее продает? Делая посты «Купите у меня квартиру»? Нет, в его Инстаграме нет таких постов. Он строит личный бренд, транслирует свои ценности, показывает за кулисье работы своего агентства и, как следствие, люди пишут ему в директ и потом перенаправляются в отдел продаж. Хотите еще примеров? Пожалуйста, крупные физические товары. Это Руслан Абдулнасыров. На нашем YouTube-канале уже есть интервью с ним, с этим предпринимателем и именно там он рассказал про этот кейс. Он собственник двух автомобильных компаний и с недавнего времени он стал активно строить личный бренд. У него в Инстаграме 66 тысяч подписчиков и плюс он ведет YouTube-канал. А этот пост он выложил 26 мая 2020 года и в этом посте он, по сути, ликвидирует склад новых автомобилей. Вот перечень автомобилей, которые он предлагает купить и, если хотите узнать подробнее, пишите в комментариях «Интересно и марку и модель», либо мне в директ. Отправлю прайс. То есть, собственник автомобильных компаний с большим количеством филиалов в разных городах России реально пишет пост о продаже автомобилей. Как вы думаете, она сработает или нет? Для Руслана это был первый опыт, подобного поста. Давайте посмотрим на результат. Итак, до 2 июня он выпускает пост, в котором рассказывает, что из 30 автомобилей, которые были по акции, я одним постом продал 20 машин на сумму 34 миллиона рублей. Конкретный результат работы в Инстаграме. Посмотрите самое важное. Один пост оказался равен месячному усилию целой команды продавцов. Какие еще нужны аргументы, говорит Руслан, для того, чтобы предприниматели начали заниматься личным брендом. Пример. Физический товар. Инстаграм. Личный бренд. Результат. Это при том, что его Инстаграм не посвящен продаже автомобилей постоянно. Он показывает за кулисью бизнеса, он показывает свои грани, он транслирует ценности, рассказывает предпринимательские истории, показывает, как он исследует этот мир, получает опыт, ведет хороший блог от предпринимателя, от первого лица, строит личный бренд. Если в примере B2B, пожалуйста, посмотрите еще один пример. Ирина Заседатель, наша выпускница, которая в 10 раз увеличила количество подписчиков, начинала с цифр 400 подписчиков и нулевой доход из соцсетей. В итоге она упаковала и внедрила новую услугу и, начиная работать через Инстаграм, она заключила 4 соглашения о намерениях, провела более 10 консультаций на 1 миллион рублей. На момент публикации кейса подписчиков стало 4500. Вот задачи, с которыми она пришла и ниша – внешне экономическая деятельность и международная торговля. Проблема у нее была очевидной – она не знала, как рассказывать о логистике, друзья. Логистика – это не платьишки, это не конфетки, это не мастер-классы. Как некоторые говорят, ну у вас-то понятно все продается, а у меня серьезный B2B бизнес. Друзья, логистика через Инстаграм и тем более продавать кому-то наши услуги. Тем не менее, я понимала, что введение аккаунтов становится необходимым, поэтому завела личный профиль и начала разбираться. Главной целью был рост количества клиентов через социальные сети. Вот ее результат. Итоговый рост подписчиков в 10 раз, ассистент. Самое главное, что она подобрала правильную услугу для того, чтобы ее продвигать в Инстаграме. Это новая услуга консалтинга и аутсорсинг внешнеэкономической деятельности. И подготовила продающие инструменты, на которые вел Инстаграм. Вот ее Инстаграм-профиль, и вот ключевые действия. Запуск, упаковка нового продукта. Завела профессиональный Инстаграм от личного бренда и привлекла для еженедельной работы над Инстаграмом ассистента, который начал помогать брать на себя рутинные процессы. Вот это логистика. Давайте сделаем промежуточные выводы. В Инстаграме можно продавать все, что угодно, но если вы это делаете через, друзья, личный бренд. И, знаете, дам вам закулисье того самого отзыва, с которого я начинала эту встречу. Ведь основная проблема той девушки, которая не согласна с нами, что мы обучаем людей брендов в том числе работать в Инстаграме, особенно мы специализируемся именно на микроблоггерах. То есть, если вы начали вести свой Инстаграм с нуля, или у вас еще нет Инстапрофиля, вы 100% наш клиент. Потому что мы помогаем правильно с нуля на маленьких цифрах начать выстраивать эту работу. Так вот, начните это делать как можно скорее. Но делать это не от лица компании, а именно через ваш личный бренд. Потому что для того, чтобы сегодня вам достичь ваших целей, вам на самом деле не надо вкачивать миллионы. Вам не надо иметь сотни тысяч подписчиков. Вам не нужно волноваться, что вы последний, кто пришел на этот рынок. И вам не нужно притворяться тем, кем вы не являетесь, чтобы сделать здесь свой результат. На самом деле, нужно просто, понимая свою стратегию своего личного бренда, конгруентно, правильно проявить это через эту точку контакта. И здесь у меня к вам только осталось несколько риторических вопросов. Если вы, у вас все-таки есть профиль, вы все-таки делаете какие-то посты, вы все-таки что-то пытаетесь продавать, но у вас не покупаются, то хотели бы вы знать ответы на эти вопросы. Что писать, почему люди молчат, почему аккаунт не растет и где в конце концов деньги через этот Инстаграм. Так вот, чтобы Инстаграм заработал, он должен быть элементом бизнес-системы. Все те примеры, которые я вам приводила, они показывают, что когда личный бренд и Инстаграм входят в общую бизнес-систему, он начинает работать эффективно. Если вы просто думаете о том, что надо завести Инстаграм, буду постить какие-то непонятные фоточки и делать какой-то непонятный контент, то, к сожалению, результата не будет. А теперь подарок. Во-первых, каждому из вас я хочу подарить чек-лист про 14 мест для продажи в Инстаграме, для того, чтобы вы увидели эти места и понимали, на чем сделать акцент в вашей работе в Инстаграме. Ну и еще я хочу разыграть особенный подарок для пяти из вас, подарить мой полноценный двухчасовой мастер-класс про то, как бесплатно увеличивать продажи через Инстаграм. Что нужно сделать? В этом мастер-классе вы узнаете вот эти темы, как личность усиливает профиль, какой вести личный ли бизнес, что писать, почему не покупают, откуда берется доверие, как набрать первых подписчиков и фишки раскрутки с нуля, разбор кейсов и Инстаграм как часть системы вашего бизнеса. Этот мастер-класс пять из вас получат абсолютно бесплатно. Вам нужно лишь в комментариях под этим роликом написать ответ на вопрос, что сегодня вы бы хотели продавать через Инстаграм, быть подписанным на канал, конечно же, поставить лайк этому ролику и сделать сториз, в котором вы отмечаете мой личный профиль. Я вижу ваши сториз, сториз с анонсом этого ролика. Если он вам полезен и тема актуальна, поделитесь этим роликом с вашими друзьями, с вашими подписчиками в любом формате, отметьте меня, я буду видеть. И через неделю после выхода ролика мы разыграем этот мастер-класс, и пять из вас получат его навсегда и абсолютно бесплатно, и смогут закрыть много вопросов про ваш Инстапрофиль. Я благодарю вас за интерес к этой теме. Делитесь этим роликом. Пусть больше осознанных предпринимателей для своего процветания будут в этой социальной сети получать там результаты. И вот эта мысль про то, что Инстаграм не работает, или он не сработает для меня, или туда уже поздно приходить, на самом деле это просто следствие отсутствия понимания, как он работает и стратегии работы в нем. Этому можно научиться. Поэтому заходите в Инстаграм, получайте оттуда прибыль и стройте свой личный бренд вместе с нами. С вами была Мария Озаренок. Не забудьте колокольчик, лайк и участвуйте в конкурсе, чтобы получить мастер-класс бесплатно. И ваш подарок ждет вас по ссылке в этом ролике.